Международная академическая школа Одессы уже с 1 сентября откроет свои двери школьникам. Администрация учителя активно готовится к открытию и даже сами сели за парты. Интерактивные дисплеи, смарт-борды установили в каждом классе. Теперь педагоги проходят курсы по освоению новых технологий. Образовательное учреждение буквально ежедневно посещает инициатор строительства литер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Более подробно о материале Кристины Черноваловой. Меньше двух недель остается до начала учебного года. В Международной академической школе Одесса уже все готово для приема первых учеников. Полностью оборудованы классы, завезена мебель, подключены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В настоящее время в классах устанавливается интерактивные дисплеи смарт-борд диагональ 86. Самого последнего поколения, которые помогают сделать занятия более комфортными и наглядными. С работой нового оборудования ознакомился инициатор образовательного проекта, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Все готово к приему наших будущих школьников. Все готово для того, чтобы учебный процесс в нашей школе был запущен. Сергей Кивалов заявляет, школа должна быть доступна для всех одесситов, в том числе и для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Однако на данный момент город не идет навстречу. Вероятнее всего, данный вопрос будет решаться уже с новым составом Одесского горсовета. Выгоднее платить за коммунальные услуги, чем построить школу. Город школу никогда не построит. Ни один мэр еще не построил ни одной школы. Если построили у нас лицей, то и строили лет, наверное, 15. Один начинал, второй, потом третий, четвертый там заканчивал. А здесь готово, мы построили эту школу. И говорим, оплачивайте за коммунальные услуги. И это будет выгодно в целом для города. Сергей Кивалов подчеркивает, построить уникальное образовательное учреждение не удалось бы без политической поддержки Украинской морской партии. На всех этапах строительства у проекта хватало недоброжелателей. Но Украинская морская партия всегда была на стороне грамотной и образованной Одессы. Я не думаю, что получилось бы построить вот такую школу будущего, если бы не было поддержки Украинской морской партии. Мы все, что заработали, нашли мы тех людей, которые неравнодушны к городу. Они, как правило, все члены Украинской морской партии. И они, видите, оказывают реальную помощь в строительстве нашего города, в развитии нашего города. Для обучения учителей работе с данными интерактивными панелями в школе были организованы специальные курсы. Представители научного парка Synergy, который занимается разработкой программного обеспечения и поставкой оборудования, учат преподавателей не только работать с новыми устройствами, но и разрабатывать свои учебники и электронные презентации к урокам. Электронное обучение лежит в основе всего учебного процесса школы будущего. В интерактивной форме будет выполнено и школьное расписание, к которому будут иметь доступ все учителя, школьники и их родители. Также, кроме интерактивных досок, для обучения будут применяться интерактивные парты. Это эксклюзивная работа специалистов научного парка Synergy, который не имеет аналогов в мире. Можно здесь зафиксировано, можно писать. Это все управляется так, что с парты учителя. Все 16 слов будут управляться так. Учителя уверены, что использование новых методов обучения параллельно с традиционными позволит больше заинтересовать детей и даст дополнительную мотивацию к учебе. Игровая форма обучения не ограничивается только плоскостью экранного дисплея. Самым маленьким помогать в учебе будут и специальные роботы, которые умеют считать, писать и даже рисовать. На сегодняшний день в школе у нас проходят курсы для учителей, чтобы они умели работать на вот этих современных досках, которые мы получили, смарт-борд. Занятия у нас уже несколько дней длятся. Как и положено в школе, мы получаем домашнее задание и в конце будем сдавать экзамен. Мы, конечно, используем новые технологии, но все равно у нас будет уклон и на моральное воспитание, на семейное воспитание. То есть это все будет очень важно, это все будет взаимосвязано. Я думаю, что новые технологии нам только в этом помогут. Где-то какие-то, опять же, те же игры. К чему нас новая украинская школа, в принципе, привлекает? Это к тому, что обучение через игру. То, что мы будем внедрять и как бы на этом будем основываться, от этого отталкиваться. И вот таким образом будем идти дальше. Мы уже много чего научились делать на сегодняшний день. Это интерактивные тесты, это игровые шоу, это разные такие интерактивные моменты, которые заинтересуют не только каждого ребенка, но и каждого учителя в своей работе. В Международной академической школе Одесса особое внимание также уделено подбору педагогического состава. Все учителя прошли очень строгий отбор и в результате был собран довольно молодой и прогрессивный коллектив новаторов. Которые готовы участвовать в работе новой школы будущего. Для того, чтобы зайти в класс и обучать учеников, препараватель досконально должен знать свой предмет. В случае, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, и украинские школы снова вынуждены закроют на карантин, в Международной академической школе Одесса готово все для того, чтобы продолжить образование дистанционно.